На закрытый полигон твёрдых бытовых отходов Торбеева завозят чистый грунт. Здесь готовы приступить к отсыпке откосов. Последовательность работы обсудили на выездном совещании. В нём приняли участие представители администрации округа, Министерства экологии, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также руководство предприятия, эксплуатирующего полигон. Последние самосвалы с твёрдыми коммунальными отходами в Торбееве были замечены полтора года назад. В декабре 2020-го полигон официально закрыли, а компания «Энит» изменила профиль работы. Предприятие у нас действующее. Мы вошли в программу по переработке строительных отходов Московской области. За четверть века площадь полигона разрослась до 25 гектаров. Большая его часть была законсервирована ещё в 2013 году. Отходы тщательно утрамбовали, присыпали большим слоем грунта и установили систему дегазации. К отсыпке последнего участка приступить готовы. Мы же понимаем, что мы можем отсыпать данные карты только тем количеством материалов, которые будут поставлены на данный полигон. Сегодня на полигоне инертных материалов, которые бы аккумулировались и которые можно было бы использовать для отсыпки данных карт, их нет. Поэтому мы рассчитываем на то, что инертные материалы в рамках договорных отношений и администрация городского округа Люберца берёт на себя некие обязательства оказать содействие по заключению договорных отношений с данными партнёрами. Партнёр – это кто? Учреждения, организации, чтобы они полностью весь строительный отход непосредственно сдавали только на полигон Торбеева. Это последняя карта полигона, которая эксплуатировалась. Соответственно, она в первую очередь нуждается в дополнительной изоляции и пересыпке, дабы уменьшить негативное воздействие от полигона на окружающую среду. Через контрольно-пропускной пункт проезжают до 100 самосвалов в день. Завозят вторичный строительный материал и чистый грунт. Машины с коммунальными отходами сюда не пропустят. При въезде на КПП установлены веб-камеры и видеотрансляция в режиме онлайн доступна всем. Полигон будет включён в реестр объектов накопленного в ряда, после чего будет делаться проект рекультивации. В ближайшее время мы планируем по согласованию с контролирующими органами и с администрацией провести работы по дополнительной изоляции отходов на участке 6 гектаров. Его накроют трёхметровым слоем земли, что позволит значительно снизить вредные выбросы в атмосферу. Самосвалы завозят 2000 тонн глинистого грунта и вторичного щебня в день. Это около 1400 кубических метров материала. Всего, в первую очередь, предстоит отсыпать более 180 тысяч кубометров. К концу лета работа на данном участке планируют завершить.